Бритва на продажу. Производитель Джордж Вастенхольм и сыновья. Бритва с самого конца 19 века, может быть даже начало 20 века. Размер тут не очень большой. Здесь 15,5 мм ширина, то есть ближе к 5,8 мм. Бритва довольно длинная, тут 7,5 мм где-то. Выборка у нее приблизительно на четверть. Между половинкой и четвертью. На бритве глубокая гравировка. Сейчас покажу. Клеймо. Как всегда на клейме написано, что это Джордж Вастенхольм и сыновья. Вторая строчка Celebrated AXL Razor. AXL это торговая марка. И третья строчка Sheffield England. То есть бритва сделана уже после 1891 года. Наоборот, на стороне клейма нету. На лицевой стороне полотна, гравировка глубокая. Ну как глубокая. Она хорошо видна, но не прям такая супер глубокая. Сейчас постараюсь ее показать. Здесь написано Джордж Вастенхольм и сыновья. Торговая марка AXL и Hologround. Есть локальные мелкие-мелкие следы времени. Но в принципе я ее полностью вычистил. Грязи или какой-то там такой суровой ржавчины здесь нет. Вот такая вот выборка. Ну, я бы сказал, ближе к четверти. Вот скругленный носик. Скругленная пяточка в геометрии. Ну, в принципе, неплохая. У бритвы такая двойная выборка изначально была. Ну и сейчас есть фаска. Ну, не сильно широкая. То есть бритву ранее использовали мало. Просто хранили не очень аккуратно. Поэтому на носике есть небольшие полосочки от хранения. Внизу зубчики. Зубчики с такой вот небольшой выемкой сделаны. Тугой. Под большой палец. Чтобы удобнее было хвататься. Причем есть они и здесь. И здесь чуть дальше на хвостике. Где уже рука почти не лежит. Ну, так сделано. Сверху тоже зубчики есть. Ну, так уже, собственно, в 20 веке начинали делать. Чтобы и там, и там все это дело было. Вот длинный хвостик. Ну, а бушок полностью чистый. Вот с обратной стороны состояние. Ну, тоже неплохое, в принципе. Вот. Закрывается ровно. Закрывается очень плотно. Ручка целлулоид. Пины и шапочки не зельберовые. Ручка, в принципе, в отличном состоянии. Трещин, царапин, сколов нет. Клинышек целлулоидный. Проставка. Вот. Здесь нижний пин оригинальный получается. Верхний пин. Мининный. После ремонта. Ну, после чистки. Вот. Все. Кому интересно, обращайтесь. Интересная, маневренная бритовка. Не сильно дорогая будет. Вот. В комплекте идет часть оригинального футляра. Верхние крышки не сохранилось. Сохранилась только крупная крышка. Ну, тут написано. Джо Вастенхольм. Цан. Шеффилд. Югланд. Бритва. То есть, примерно тех же годов выпуска. Все. И сейчас покажу тесты. Бритва эта должна брить сравнительно мягко. В отличие от тех же Вастенхольмов, которые идут на половинной выборке. Честной половины. Здесь четверть и ширина не очень крупная. Вот. Поэтому будет брить однозначно помягче. Но не бесшумно. Бритва с таким небольшим звоном проходит тесты. Должно быть слышно. Поэтому и брить будет соответствующе. Так. Ну, кому-то нравится такое, кому-то нет. Кому-то вообще все равно лишь бы хорошо брило. Поэтому. Тут такое дело на любителя. Сам рез должен быть деликатным. Сколько у меня таких бритв было. Я их в бритье пробовал. Рез довольно специфичный, но при этом деликатный. Без агрессии, без колючести. Я бы сказал, отличная бритва для новичков. На первый раз что-то, если хорошее, сразу брать английское. Вот отличный выбор. Так. Распуск. Так вот проходит. Так что вот так. Хороший вариант. От хорошего бренда. Кому интересно, обращайтесь. Товарищ. Так.